Особое мнение на 101FM Оценочное осуждение депутата Кировской городской думы Юрия Шлемензона Мы сегодня слушаем в программе «Особое мнение» Да, я вообще предлагаю, точнее так, я предлагала изначально пойти по другому немножечко плану И сценарий нашей программы, начать с обсуждения другой темы Нет, давайте все-таки оттолкнемся от разворота Потому что мы с Дарьей сегодня во втором часе, когда брали эту тему И предложили нашим слушателям Посредством звонков голосовать, значит, либо шарики-фонарики, либо окна в детских садах Мы не ожидали, на самом деле, что за 20 минут у нас будет 4 звонка Это сравнивать вообще с некорректным, в моем понимании Значит, когда обсуждался вопрос на думе Заседание думы было вчера Да, депутат выступил, который сказал, что надо делать окна А не надо делать никакого нового года Даже два депутата там были, по-моему, Владимир Журавлев и Михаил Корязин Он уже после моего выступления дополнил Но он в другом аспекте, я как раз вот предложение Владимира Журавлева поддержал бы Значит, я был категорически против Неоформление площади и города к Новому году Не поддержал Юрий Львович, а вы можете подробности рассказать? Вот эти 2 миллиона, которые... Не 2,25 Ну, хорошо, нет, 25 это всего А в прошлом году было 23, по-моему, потрачено То есть в этом году рост на 2 миллиона Вот эти 2 миллиона, они на что пойдут? Они пойдут на новые катки На катки Да, я считаю, что это очень верное и правильное решение Вообще у нас серые будни наши достаточно нерадужные Как мы видим, и перспектива их, ну, немножко отнесена на радужность далеко Мы будем даже говорить, что в годы Великой Отечественной войны Для детей и елки делали, и новогодние праздники делали Это в те суровые, тяжелые годы И поэтому лишать наших детей, внуков, там, у кого, кто есть праздничного, новогоднего настроения Считаю в корне неправильным Размазать на окна 25 миллионов даже рублей Это будет называться размазать Это даже в округе у того депутата, который поднимал вопрос Не поставить окна Серьезно? Да Там так много детских садов? Да, вообще, чтобы вы понимали, что вся сумма средств, которые депутаты Депутаты в 2020 году будут тратить на город, ну, который в округах дается Это исполнение депутатских наказов, наказов избирателей Она пойдет как раз на реставрацию окон в детских садиках и в учебных заведениях А там большая сумма, порядок цифр? Ну, по три По три миллиона на депутаты? Да Поэтому я, конечно, в своем округе не все деньги направляю Сразу говорю, у меня есть незаконченный проект прогулочной дорожки в Коминтерне У меня в три этапа он так и планировался Я часть средств направлю на окончательное этого проекта А все остальное, да, мы будем направлять в большей своей части на реставрацию окон в учебных заведениях У меня в округе их достаточно много, которые надо привести в порядок Хватит? Если как, нет, конечно, не хватит А что дальше? Ну, а откуда дальше? А дальше наша администрация-то еще работает и занимается этим вопросом Она понимает, что это надо сделать Петрицкий не всегда этим занимается, но... Глава департамента образования, да? Да, он всегда находит возможность сказать, что денег нет, но вы держитесь Он хорошо выучил эту фразу, использует ее регулярно На мои депутатские запросы в течение последних двух лет он практически ни разу положительно не ответил, к сожалению Так, Юрий Львович, давайте резюмируем, если я верно поняла То есть вы за то, что город был украшен Тем более детально, детальную проработку проекта перед депутатами глава администрации Шульгин обещал представить Это будет в октябре или в ноябре? Да, в октябре В октябре, а то есть следующее заседание? Во-первых, она уже расписана практически вся, но визуализации этого проекта не было Ну, так как некоторые депутаты считают, что больше увидеть, чем почитать, потому что читает у нас далеко не все мои коллеги, к сожалению С картинками информация всегда интересная Ну да, комиксы приятнее смотреть, мы это уже выучили Вы за украшения города, деньги на окна тоже важные истории Это не только украшения, мы забываем, что туда много средств идет на организацию и обслуживание катков на период зимы То есть это не только создание объектов, это и уборка Вот вам звонили, я слушал как раз эфир, имел возможность, передвигался по городу О том, что лед, зачем делать, он растает, ну давайте так некоторые великие дворники в нашем же городе говорят А что его убирать, он же в мае растает По этому пути идти категорически нельзя Но все растает, давайте мусор не будем убирать, он когда-нибудь сгниет Было предложение одной нашей слушательницы все-таки делать катки, да А деньги на окна искать в других местах Никуда направить средства Понятно Ладно, в общем, вы все-таки за то, чтобы Киров был немножко хотя бы В прошлом году красиво было? Конечно Красиво было, приятно было? Приятно Приезжающие из других городов заметили, что в Кирове есть изменения? Заметили Об этом писали в соцсетях, вы сами читаете и видите Мне было приятно, когда в моем городе говорили хорошо уже Да, это правда, это правда, когда ты не выезжаешь в Казань перед Новым годом, где-нибудь в середине декабря, и тебе не кажется совершенно разительной картина, которую ты видишь В Москве лучше, чем в Париже, ну что теперь? Да, но с Москвой сравнивать нас вообще, наверное, некорректно Хорошо, в общем, этот вопрос по новогоднему оформлению Я думаю, что у нас, конечно, заседание будет закрыт, так как должно быть В октябре Это один из вопросов, который поднимался депутатами, как я понимаю, когда обсуждали поправки в бюджет Было что-то еще важное? Да, было еще о льготах, которые предоставляются инвалидам третьей группы и ипотечникам Этот вопрос у нас обсуждался на фракции Льготы по налогу на имущество, по-моему, да? Да, я высказал свое мнение о том, что категорически нельзя это делать То есть их предлагалось отменить? Да, конечно, администрация, там же бухгалтерапия Они как бы финансисты называют Там люди посчитали Сколько бы экономил бюджет Там цифра, будем говорить, в масштабах бюджета города это смешная Во-первых, мы говорим о том, и там преподносилось как, что ипотечники это такие богатые люди Квартиру купили Квартиру купили Но это же бред Во-первых, за этот период, когда вводилась ГОТО, на 4% всего снизилась ставка ипотеки В других государствах, и это ставки, на которые снизили еще даже нет Обычная ставка ипотеки от 1,5 до 2,5% бывает Это в европейских странах Поэтому, и тем более, может, так говорит наш президент, совсем недавно сказал, что надо поддерживать ипотечные движения в нашей стране и развивать его Тем более, Юрий Львович, что в свете всего происходящего на строительном рынке, если у нас еще ипотека накроется То у нас и налогов не будет, и ничего не будет До свидания И я предложу, Елена Васильевна Ковалева меня поддержала И когда началось обсуждение вопроса, руководитель фракции выступил с предложением Адресно, особенно по ипотеке Ну, есть, может быть, там, правда, какой-нибудь из миллионеров кировских взял в ипотеку Но ему, наверное, не требуется такая помощь Взял пентхаус в ипотеку И не платит налогиные имущества Да, поэтому администрации поручено сделать адресные оплаты Ну, проработать положение об адресности оплаты И мы это поддержали И наши коллеги, депутаты других фракций, это тоже поддержали Юрий Львович, известно примерно, к какому периоду будет проработано это предложение? К октябрю К октябрю Конечно, дальше уже бюджет принимать надо А в течение какого времени будет введена вот эта именно адресная помощь? С 1 января С 1 января следующего года То есть с 1 января следующего года люди, которые взяли... Да, она на самом деле по ипотеке, как кажется, небольшая Это 750 рублей в месяц Взяли квартиру в ипотеку Они, если достаточно зарабатывают, уже не получат возможности это экономить Ну, это социально правильно и логично Ну, отчасти да Хотя я думаю, что будет всплеск народного недовольства Ну, я думаю, что таких у нас миллионеров просто не окажется Депутатам, конечно, скажут, да, что вы... Так вот, мы и поэтому не поддержали предложение администрации И остановили этот процесс И если будет как-то неправильно проработано в части адресности То он просто снимется и не получит отражения в бюджете И ничего с января не изменится Юрий Шемензон... Да, будет, как и было Да, в нашей студии депутат Кировской городской думы У нас сейчас по регламенту небольшой перерыв Мы прервемся и продолжим Продолжаем особое мнение Юрия Шемензона слушать Сегодня он в нашей студии Мы говорим о вчерашнем заседании городской думы И, Юрий Львович, я насколько знаю, насколько слышала Вы в разном вчера поднимали вопрос Достижения здравоохранения Кировской области В кавычках, подчеркиваю Почему это в кавычках? Теперь рассказываю, в чем суть вопроса Вот смотрите, я видела пресс-релизы Отличный пресс-релиз Да Супер Значит, есть такой телеграм-канал Запрещенный на территории Российской Федерации Блокируемый Так, мы его не рекламируем сейчас Мы его не рекламируем, я же не называю его Где лучшие пресс-релизы пиарщиков Правительства Кировской области публикуются Серьезно? Ну как же, там все... Это вот я вам зачитываю сейчас А он вообще российский, этот канал? Мировой Мировой, понятно Мировой, на самом деле Лучший пресс-релиз Значит, за 26 августа 2019 года Было опубликовано сообщение Ровно месяц назад Да Которое говорит о том, что за последние 5 лет Иногородних пациентов Так называемый туризм увеличился в 10 раз Медицинский туризм Мы об этом много говорим Когда ты читаешь, то становится такая гордость берет Вот мы как тут поработали Слушайте, смотрите, это же здорово к нам едут Привожу цифры Значит, в последний год 2018-й Наша область посетила 44 483 человека Это примерно население города Какого? Кирово-Чепецка Кирово-Чепецка, да Теперь идем дальше Мы получили межтрансферсных За полугодие 2019 года 710 миллионов Наши руководители От здравоохранения Ведущих Клиник Получили хорошие премии Идем дальше Это в релизе написано? Нет, это дополнение мое Так Ну не врачей же это коснулось Вы сами понимаете Значит, дальше мы идем Какие же услуги оказываются? Я думал, что у нас очень хорошо развита Травматология, ортопедия Мы это знаем, это правда Очередей там нет Все это хорошо Но в объеме этих Так называемых продаж Это всего занимает 10,4% Дальше идет Стоматология 9,3 Третье место Акушерство-гинекология 8,1 Итого Это, наверное, перинатальный центр Теперь читаю фразу Вам, зачитываю Значительная доля Приходится на профили Автомология Неврология Хирургия Неврохирургия Эндокринология И кардиология Итого 72,8 Так Где у нас самые большие проблемы? Вот в этих пяти специальностях Которые я озвучил То есть, когда я бываю на встречах А я бываю и жив Месячно на встречах С активом общественности Своего округа Ну и так же бываю В кабинетах Не только начальственных В администрации города А и в других Они говорят Юрий Львович Вот вы нас за это спрашиваете За то Помогите попасть к врачу Эндокринологу В пяти Врачам к этим Это занимает Я вам еще 72,8% Хорошо 30 тысяч Ну 30 30 тысяч Пошли 30 тысяч Пошли Если бы у нас Увеличилось количество Врачей Специалистов Количество мест Приема граждан Так Юрий Львович Я поняла Я за бизнес Вы говорите Вы говорите Вот о чем Вы говорите О том Что прежде чем зарабатывать Что это препятствует Правильному Хорошему На развитии Наших учреждений Здравоохранения Так преподносится Ведь медицинский туризм Что наши учреждения Здравоохранения Могут зарабатывать Какие-то средства На то Что привлекает Людей по полу За полугодие 700 миллионов Понятно Что где-то полтора Миллиарда Заработают Да Но проблема в том Что врачи Их количество не выросло Вы про это говорите Конечно И в очереди К этим людям Помимо кировчан Сидят еще иногородние пациенты Да Которые пропускают Как я понимаю Вперед Потому что Наверняка вперед Негласно Я не думаю Что есть гости Но они же гости Гостей надо уважать Я согласен с вами Только давайте Мы будем переживать Вот тут еще Очень хорошая фраза Я вам прочитаю С которой я Что Ой, одну секундочку Таким образом Для всей системы Здравоохранения Страны Это эффективное Расходное средство МЭС И рост удовлетворенной Системы оказания Медицинской помощи Почерпнул наш первый Зампред Ну я конечно Рад за все Здравоохранение Нашей страны В котором тоже есть Проблемы Как мы знаем Но я-то переживаю За своих избирателей За свой город И переживать За всю систему Здравоохранения Страны Ну не готов Я честно вам Подождите А выход-то Вы какой предлагаете Закрыть доступ В Кировскую Уважную Медтуристу Подождите Подождите Не так Есть специалисты Мы их пригласили В октябре На заседание Думы А уже приглашены Да Приглашены Мы внесли Такое предложение Чтобы пригласить Я думаю Что они откликнутся Это министерство Здравоохранения Областной Если я не ошибаюсь Совершенно верно По-другому Как мы можем поступить Пока у нас Других прав нет Я почему-то Никогда об этом Не задумывалась Честно говоря У меня мысль О том Что иногородние Туристы Сидят в одной очереди С кировчанами Когда я начал читать Я был горд За наш город Да я тоже Здорово Деньги Люди Все хорошо А когда читаешь Прежде всего Ты начинаешь думать Про качество Что раз нам едут Значит у нас хорошо Конечно Вот Только доступность У нас резко снижается Мы привозим Население целого Небольшого города Как Кирово-Чепец Сюда К нам В город Киров Потому что Услуги-то оказываются В основном здесь В городе Муниципальном образовании Город Киров Все же И если бы это касалось Там травматологии Тоже бы никакой проблемы Не было Потому что там нет Затыка никакого А здесь По этим специальности Ну понятно Самые востребованные специалисты Да Самые востребованные специалисты Поэтому этот вопрос Надо держать на контроле И продолжать за ним следить И вас попрошу Хорошо Редакцию Смель Заниматься этим вопросом Мы займемся Спасибо Юрий Шлеминзон Депутат Кировской гордумы И мы продолжаем Еще несколько городских тем Возьмем Я думаю что даже Успеем их обсудить До большого перерыва До выхода на рекламу Накануне Почти все кировские СМИ Опубликовали фото Такие там Визуализацию Как сейчас принято говорить Проекта Реконструкции Здания торгового центра Новинка На Октябрьском проспекте Кто не был давно В этом районе Я расскажу Там сейчас идут Строительные работы Съехали все арендаторы Которые были Кто-то там поблизости переехал Кто-то видимо временно Приостановил работу И я честно говоря Когда увидела Вот это вот Зияющее пустыми дырами Вместо окон Я подумала Что сейчас Вот это вот снесут И значит Здесь воткнут Очередную высотку Сносить не будут И вчера мы видели Картинки Во что это превратится Честно говоря Однозначной реакции Эти картинки Не вызвали У меня например Да Потому что С одной стороны С одной стороны Я потратил на их изучение Вроде как Выглядит красиво И нарядно Очень красиво С другой стороны Это опять стекло И керамическая плитка Нет Это стилистика Они придерживались Я слушал доклад Автора проекта Как я являюсь Членом строительного комитета По-моему Градсовет называется Организация Мы Ирину Бабинцеву Приглашали в эфир Эта стилистика Использовалась ЦУМа И немножко От Хилтона Выглядит Достаточно прилично Очень интересно Придумана Верхняя часть Этого здания Она будет чуть-чуть повыше Незначительная Но не влияющая На все остальные объекты То есть по-прежнему Два этажа будет в здании Да В здании будет два этажа И верхний этаж Там будут бровейные дорожки Какая-то растительность А там будет Терраса открытая Да Открытая терраса И очень интересно Она придумана То есть Если какой-то членов семьи Покупки То остальные члены семьи Могут там Наверху Воздухом Пить кофе Ну и что-нибудь другое Понятно Ну оригинально сделано И я думаю Что этот объект Достаточно хорошо украсит Именно вот в этой части города Значит в аквейерах Благоустроено Вам кажется Он органично там впишется Между двумя хрущевскими Пятиэтажками? Да Правда? Потому что невелика Жизнь наших Хрущевских Пятиэтажек Надо перспективу смотреть Хорошо Во-первых Будет благоустроена Вся территория Даже остановочный комплекс Будет сделан Стилистики этого здания Это занесено в протокол Я вам должна сказать Что вот самое Никакого паркинга Там дополнительного Не будет Не будет А говорили что увеличится Число парковочных мест Никто не говорил Неправда Места будут организованы Вдоль Октябрьского проспекта Где там вдоль Октябрьского проспекта Организованы Там где не сейчас существует Где не организованный паркинг у нас Между двумя направлениями Октябрьского проспекта У вас же господин Лунев был Вы имеете ввиду большую парковку Которая на Октябрьском проспекте Она же не одна будет Конечно Она же не одна будет Значит Увеличение Посещаемости этого здания Очень перспективно Подождите А того объема Подождите Юрий Львович Я вам зачитаю то Что вчера смешники писали У здания планируется Сделать парковку на 12 мест Там не было вообще паркинга Насколько я помню Смешники у нас много чего пишут Не используя исходные данные Литературой пользоваться К нашему сожалению Мои коллеги не все умеют Ну кто-нибудь проект в руки брал В отличие от Ну я брал этот проект То есть паркинга там не будет На 99% уверен Что ну не брали там Потому что там же Остановка общественного транспорта Как можно В парковочных мест добавить А за зданием Невозможно там ничего сделать Там же есть въезд такой В отбор по-моему Есть Рядом с этим комплексом Он там всегда и был То есть этим можно будет пользоваться Конечно А то что здание А пройти 150-200 метров Даже полезно Наверное Вообще мы должны Забывать про паркинги В тех местах Где мы желаем Останавливаться Я думаю что Администрация этим вопросом Серьезно и надолго Занялась А вот сейчас мы кстати говоря Я сейчас вас спрошу Безобразные машины Вы человек Который бывает В других странах В отличие от России Видите Что такие пространства Там полторы-две машины Между машинами Если положено вдоль Дороги То поперек Никто не ставит Потому что в России Штрафы за эти нарушения В сравнении с европейскими странами Мешанистские У нас система Эвакуации машин В городе вообще Не работает Практически Практически нет Ну и остальные Все Про паркинг На Октябрьском проспекте Мы сказали Вы же видели Да Вот эту инициативу Я вчера собственно говоря Ехала Наблюдала Вот эту широкую Белую линию Которая теперь отделяет Проезжую часть От той зоны Где стоят машины И я честно говоря Там будут организованы заезды Не поняла откуда То есть это будет С каждой из сторон С каждой из сторон В одном только месте? Нет не в одном В нескольких Конечно Их же несколько парковок будет А намерение поставить там Какую-то ограду И что? Вас не настораживает? Нет не настораживает Очередной забор человеку в городе Не настораживает Не настораживает То есть с одной стороны Мы въезжаем С другой стороны Выезжаем Это будет как на Привокзальной площади Я так понимаю Да Там честно говоря Не очень симпатично Это выглядит Нет Симпатичность Это другая часть вопроса Которая обычно Выносится на публичные слушания И можно вам Высказаться И высказаться Подкорректировать Между прочим Скоро будут общественные слушания По изменению правил благоустройства Для всех жителей города И вас Как смешников Приглашаю на эти слушания Скоро это когда Юрий Львович? Это в октябре будет В октябре Ну то есть анонс какой-то мы увидим Да конечно Обычно не очень широко анонсируются Эти мероприятия Не не Вы не правы Это всегда публикуется И депутатов информируют То есть Это такой процесс Организованный И Я хочу сказать Что в последнее время Все больше и больше Наших жителей Принимает участие в этом Это не только транспортная сеть Когда все собрались И на другие вопросы Сейчас собираются Вносятся конструктивные Предложения И которые Большинство которых Я вас уверяю Используются даже Хорошо Вы про Лунева сказали И у меня собственно говоря К вам вопрос Как раз к депутату По тому самому округу Где установили Круговое движение На коминтерновском повороте Я вам честно скажу Через несколько дней После того Как этот круг там поставили Мы ездили Соответственно на кладбище Там прибирались И увидели пробку Которая тянется До Макарьевского кладбища Слушайте Юрий Львович Я такого не видела никогда Ну во первых У нас к всему новому Привыкает очень тяжело Я вам уже недавно рассказывал О том что я видел Когда не по кольцу люди едут А едут прямо Потому что В смысле они едут Как они ездили раньше Как они ездили раньше Во всем мире Кольцо всегда разгружало Со стороны Слободского Там проблема в другом Это мое Непрофессиональное видение О том что надо просто убрать Светофор у церкви Вот этот Пешеходный переход Который задерживает движение Отрегулировать Светофор Который у нас На повороте стоит Сделать Синхронизацию Отрегулировать Светофор у моста Там тоже Есть вопросы По длительности С второстепенных Улиц заезда Их можно в два раза Закратить Смело Если раньше стояли Все машины Которые должны были Повернуть в Коминтерн Ну сейчас Есть некая проблема Я думаю что она рассосется Когда едут Со стороны Слободского Есть большая проблема Не некая проблема Юрий Львович Я это видела Своими глазами Потому что Еще люди у нас Непривычные К круговому движению Ну так надо приучать Люди в этот момент Теряются Они не понимают Кто кого пропускает Давайте вспомним Совсем недавно У нас не было Одностороннего движения На улице Труда Приходилось Гражданам Объяснять Что здесь Одностороннее движение А нам надо Слышать в ответ Нет Здесь то вопрос Не в том Надо не надо Все уже поняли Что есть круг Его надо объехать Но в этот момент Люди теряются И не понимают Что им делать Кто едет первым Будем обучать У нас по регламенту Перерыв Полтора минуты Мы снова в студии Особое мнение На 101FM Юрий Шлемензон В нашем эфире Мы продолжаем Даже в перерыве Говорить О разворотном круге Не разворотном Круговое движение На Коминтеровском повороте Вам хочу Объяснить Почему Многие препятствуют Образованию Кругового движения Это особое мнение Юрия Шлемензона Особое Но оно Правдивое Подтвержденное Экспертами Когда Есть круговое движение Соответственно Нет светофоров То есть Мы не покупаем Светофоры Мы не организуем Светофорные движения Мы не организуем Обслуживание Светофоров Вы представляете Какая сумма Теряют те Которые этим занимаются Поэтому Лоббировалось Отсутствие Кругового движения В городе Начинает С 2008 До этого Не поднимался Вопрос Я как депутат Занимался Этим вопросом Будучи В законодательном Собрании Кировской области От него Просто отбивались От кругового движения Хотя понимают Эффективность Его заранее Я честно говоря Не очень понимаю Где в Кирове Вообще Ставить круги Ну то есть Я понимаю Есть несколько Перекрестков Достаточно крупных А все остальное Почему крупных Можно и на Вы в европейских городах Видели Кружки Они Размером Стазик И вокруг ездят И расходятся И не тратят деньги На светофоры И никаких пробок нет Да Я вам Видео Примеры приведу Вы меня заставили задуматься Да Вы меня заставили задуматься Еще одна история Тоже городская И тоже к вам вопрос Видели ли вы информацию О том что выставлено На продажу Здание Долгострой Во враге Засора Это практически На стрелке Молодой гвардии Горбачева Я слышал Об этом вопросе 39 миллионов рублей Хотели бы владельцы За него получить Здание готово На 70 Хорошо Это неверная информация Не они выставили Нет конечно Это те Которые занимаются Ликвидацией бизнеса Ну Физическое лицо Находится в банкротстве Одна Там даже Неполная собственность Часть собственности Часть доли Доли Банкротящегося Предпринимателя Выставлена На продажу Юрий Львович Вот у меня какой В связи с этим вопросом Вчера я задавал Этот вопрос Яночу Батареву Он немножко пояснил Историю рассказал Как это все начиналось Больше меня Об этом вопросе Да Мы понимаем Что это здание Могут достроить Но это здание Не может изменить Своё назначение То есть там Может быть Только культурно-оздоровительный центр Культурно-оздоровительный центр И больше ничего другого Насколько это выгодно Для людей Которые купили бы И стали достраивать Я пока не понимаю Это они решат сами Да А если это не Если продавца не найдется Ой, покупателя Его просто снесут А в какие сроки? Я вот помню Год назад Год назад У нас говорилось У нас сносят Не переживайте Серьезно Ни разу не видела В центре города Чтобы у нас что-то сносили В центре В других частях сносят В вашем округе Да, в том числе Было дело? Было Да Гаражи сносили Ну много Гаражи-то это ладно Гаражи-то это не недострой Это не недострой Это другая история совсем Есть и склады Которые сносились Понятно Нет, сносили Это Всё в законодательном режиме делается Да, тратятся средства Потом их взыскивают Но процесс идёт Процесс идёт Я вообще не понимаю Чего так все заволновались По поводу этого Знаете, нехорошо, что оно стоит Там другой вопрос Честно говоря Вот сейчас Я, например, не уверена Может быть, его иметь смысл брать Организованы вот такие так называемые зоны Для исторической части города Но вообще ничего делать Капитального нельзя Да Только не стационарный Трудовые резервы Нужны раздевалки? Нужны Нужно сделать нормальные арены Навесы сделать, чтобы родители, которые приходят Посмотрите, как их дети занимаются Не под дождём и под снегом сидели Нужны Поэтому А это нельзя разве? Нет Почему? У нас нельзя стационарные объекты Так ведь навес — это не капитальное строение Я уже добавил Хорошо, раздевался капитально Капитально Ну если это не ангар металлический, то, наверное, да Хватит уже в ангарах У нас же не война идёт Давайте как-то будем своих детей А никак невозможно, Юрий Львович, решить этот вопрос? То есть всё-таки это здание спортивного такого назначения на территории спортивного объекта Надо заниматься этим администрация озабочена Насколько я увидел, будет заниматься И я думаю, этот вопрос будет решаться Надо делать из него стадион как нормальный Конкретно стадионом трудовой резервы Я про стадион сейчас говорю Будет заниматься администрация Да Ещё одна тема, которую Какие порывы я, по крайней мере, слышал Которую я бы попросила вас прокомментировать Это история с неким письмом жителей Мирного Ну, как прокомментировать Которое было направлено, разослано, как я понимаю, в несколько СМИ Вот, значит, жители Мирного Пишут в поддержку появления на территории объекта по уничтожению химического оружия Объекта по утилизации непонятно чего Отходы в первого-второго класса опасности непонятно каких Но они рады и довольны Меня очень порадовал Юрий Львович стиль этого письма Мы выражаем глубокое убеждение, что будущее предприятие будет создано Я хочу вам сказать, что Росрава работают классные пиарщики Они прошли великолепную школу Господина Щедровицкого и других великих товарищей Умеют работать с населением И продолжают этим заниматься постоянно Поэтому появление таких... То есть вы не верите в подлинность этого письма? Вы сейчас хотите сказать? Ну, я скажу, что я немножко... Я верю, что письмо такое есть Конечно, оно есть, оно в нашу редакцию пришло С какого адреса она поступила, никто не исследовал Подписи никто не изучал С теми, кто написали, никто из смешников не связывался? Ну, вероятно, нет, потому что там вряд ли указаны контактные данные Ну, нет, потому что не могли их найти Ну, бывает так Ну, недоступная связь, знаете, такая будет У президента бывает недоступная связь А тут какие-то товарищи, которые письма пишут Вы позанимайтесь этим вопросом Мы потом с вами обсуждимся Я, кстати, выясню, коллег пытались ли связываться Потому что это письмо пришло в тот момент, пока я еще была в отъезде, да Ну, оно уже не первый день фигурирует Это только попало в паблик, но Есть, конечно, интересанты Я не сомневаюсь, что есть, которые поднимают У нас в Чернобыль ехали и не знали, что там происходит Вот я сам был в командировке в городе Житомир Через неделю после взрыва Потому что я не представляю, что там произошло Потому что я не обладал той информацией Которой надо было обладать Мы провели демонстрацию 1 мая Как бы ничего, ничего не испугался Ну, всякое бывает То есть, на ваш взгляд, это просто такой, ну, не знаю Один шажок в пиар-битве между противниками и сторонниками У нас же была пиар-битва по транспортной системе Да Чем закончилось? Кто инициаторы? Ну, она над ней работает Кто были инициаторами? Перевозчики, видне жители И вброс был про 54 рубля Сделано точно так же, как это письмо В нашей студии, между прочим В вашей студии, да, я подчеркиваю Ну, и так, много других вопросов А техническое задание Вот поверьте мне, наверное, всех, кто обсуждали везде Ну, если два человека видели То есть, вот эта часть транспортной сетки Изменения в маршрутах Малая часть того, чего должны Вот эти все светофоры, о которых мы с вами говорим Все круговые движения Все эти остановочные пункты Ну, там масса правильно заданных вопросов тех заданий Их надо сделать И тогда мы увидим, что изменения в транспортном обслуживании города В корне улучшатся Работа ведется на документах Ведется, да Работа ведется на документах Хорошо Теперь мы депутаты контролируем А он будет в паблике выложен этот документ Который? Тех заданий? О который вы говорите, да Не знаю, меня интересовало, я его нашел Кого заинтересует А где вы его нашли? Ну, в смысле, вы сходили, запросили, вам выдали Понятно Но вы депутат, вы можете запросить Не каждому человеку, наверное, выдадут Наверное, но это не секрет Из допуска не надо Хорошо, Юрий Львович Если у нас будут желающие Если кто-то бы из СМИ захотел его получить Получили Я уверен, что бы его получили Юрий Шлемензов, в нашей студии У нас было лучше получить этих заданий На новые торги По обслуживанию В следующих пять лет Общественного транспорта Вот даже депутата еще не получили Но нам обещают его К 4 октября Предоставить Предоставить А там есть несколько нюансов Можно проводить или конкурс Или аукцион Так вот, все те требования, которые Выдвигают депутаты Это по качеству автобусов По их уборке По топливу Они могут быть только в конкурсе Потому что в другом Федеральное законодательство Говорит, ну вот Есть у вас лицензия Есть у вас отсутствие налоговых долгов Вы Welcome А все остальные вопросы Могут проходить только по конкурсу Вот нам обещают Задание на конкурс все же показать Ну хорошо Пройдет депутатский слушай После 4 октября Надо не забыть Пригласить депутатов Кировской городской думы Депутатов вы можете Администрацию И администрацию города пригласить Чтобы они нам рассказали Что там будет Если вы не хотите ездить На пазиках Не хотим Не хотим Хотим ездить на хороших Качественных автобусах Наскопольных Теплых Да И тем более У нас должна быть доступность Ряда групп Людей Которые инвалиды У нас 2 минуты 2 минуты Юрий Львович Вот буквально Я так думаю Что я наверное Все таки вас попрошу Проанонсировать Дискуссионный клуб Так-то да Да И ваш доклад Нет Во-первых Доклад будет По-другому звучать Так Это принципиально Он будет звучать О необходимости Развития авиасообщения Аэропорта победила Из аэропорта победила А не так Как там А там было Развитие авиасообщения В победил Это не ко мне Это к тем Другим ребятам Которые знают Как он развивается Я это не знаю Что вы хотите сказать О необходимости развития У вас есть конкретные направления Какие-то Куда от нас Должны Направиться самолеты Или вы о чем-то другом Я о чем-то другом Можно я до этого дня Оставлю при себе Я о чем-то другом На самом деле Это связано С инвестициями В область Это связано С таможней Это связано С поклонничным контролем Ну и так далее А все-таки Вы будете говорить О том Что наш аэропорт Должен двигаться В сторону международного Я так понимаю Да Конечно Хорошо Ладно Давайте анонсируем По крайней мере Место и время Это будет Герценко Большой зал Если я не ошибаюсь В начало октября Я дату не помню Четвертого Четвертого Или третьего Или четвертого Октября Хорошо Я уточню Наши коллеги Сегодня в новостях Об этом сообщат Благодарю Тема будет звучать Совершенно по-другому Да Я уже говорил С теми кто Да нет Граница Международный аэропорт Развитие Необходимость развития Это принципы Которые лежат В основе Любого экономического Развития региона Очень надеюсь Без авиасообщения Не бывает развития К вам прислушается Юрий Львович Я же не сомневаюсь Я как человек Который иногда Все таки Выезжает за пределы Кировской области Могу сказать Что если В городе Есть аэропорт Если это международный аэропорт Город доживает Конечно Когда мы боремся С затратами На содержание аэропорта Я думаю Что в перспективе Не окупятся обязательно Да В связи с тем Что не всегда Грамотно выстраивалось Обслуживание Приглашение Разных Наших Авиафирм Шло Падение Рост Надо этим заниматься Надо развивать Вкладывать деньги В моем понимании Дискуссионный клуб Так-то да Юрий Шлемензон Один из докладчиков Благодарю нашего гостя Депутата Кировской городской думы Программа Особое мнение на этом завершается Ее можно будет найти Сегодня вечером На сайте HAKEROW.RU Спасибо Спасибо всем До свидания Особое мнение На 101FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова